Да, Новый год закончился. И старый Новый год в том числе. Но в преддверии замечательных мужских и женских праздников, я скажу, что сейчас в городе, ну, почему сейчас, уже два года назад, как в городе появился такой комплекс, как кафе Салтан, который позволяет вам покушать в два раза лучше, чем в ресторане, ну, по крайней мере, вкуснее точно, вот, потанцевать абсолютно бесплатно. Да, да, да. И причем поставить музыку на свой вкус. Конечно, кто-то может сказать, что нам нужны кривые понты типа евроремонтов, там, индивидуального антуража и всего остального. Ну, кривые понты вам настроения не добавят, градус добрых напитков не поднимут. Да, и в редком ресторане можно будет потанцевать после 12 часов ночи. Здесь же, здесь же все это можно делать. Любые корпоративные вечеринки, любое торжество, свадьба, банкет, да, в общем, без разницы, что. И вот сегодня, вот сегодня нас пригласили, сказали, что вас, господа, ждет сюрприз. Нас, любителей вкусно покушать. Что нам приготовили, вот об этом сегодня мы и поговорим. Для того, чтобы приготовить все то, что вы видите на экране, неюжие кулинарные способности и фантазию надо иметь. Говядина шпигованная, рыбная феерия, горбуша запеченная в фольге, косички из рыбы, баранина запеченная с косточкой, рулька барани, фаршированная с черносливом. А тут только для подготовки времени немало надо, чего говорить о времени приготовления. Но все это, естественно, заказать можно, как и устроить настоящий праздник желудка. Причем без перенапряжения оного. Потому что, по сути, все эти блюда диетические. Итак, пустив слюнки и разодорив аппетит, насладимся умополочительным вкусом. На телеканале «Звезда дозирована», на кабельном Маганфо ТВ по полной программе. Это уже жесть, это уже по-серьезному. Это уже блюдо, но не только на меня одного. Это баранина, запеченная на косточках. То есть, вот этот антрикот баранины, я попробую его заделать. Вау! Вау! Баранина, которая отлетает от косточки. Да. Все-таки нам сильно-сильно повезло, что в городе Магнитогорске очень хорошая и одаренная азербайджанская диаспора. И вот один из лучших представителей, он позволил себе вот это чудо. Согласитесь, можно было просто шашлык делать, да? Как делать ногу, но чтобы сделать из кафе сказку ресторанного типа. Так хоть, нафиг, ресторан отдыхают. Обратите на это сейчас, покажу. Вот-вот-вот-вот, посмотрите. Вот так вот должны готовиться баранины, запеченные. Видите? Какие специи здесь делали. Не знаю. Не зимой вкус. Точно думаю, Олун Крузи, турецкий, променять на «ты» в жизни. Потому что Олун Крузи понятно, питье. Но после кухни-кафе с Алтанк, извините, я редкий турецкий ресторан. А я их немного посещил. Даже жизнь заплетает, что говорить невозможно. Просто правильный вкус этот будет. Есть, конечно, рестораны, которые могут попытаться что-нибудь подобное приготовить. Но вот сюда позвоните. По тем телефонам, которые я сейчас укажу. Заказывайте. Хотите вот эту баранью ляжку фаршированную домой привезти. На заказ сделают. Хотите действительно праздник сделать. Такой, который в свое время нам устраивала бабушка. Ну, уже давно почившая. Когда готовила она гуся. Ну, либо что-то вот такое. Запеченные бараньи ребрышки тоже сделают. Хотите, рыбку вам исключительно замаринуют. И потом в фольге привезут. Да, там тоже самое. Ну, если вы не хотите дома потом еще и посуду будет, приезжайте сюда.